На небольшой ферме в густых зарослях лопуха мама утка нашла уютное местечко, чтобы свить себе гнездо. Она стала ждать, когда появятся птенцы. Одним солнечным утром яичные скорлупы затрещали, и на свет появились крошечные пушистые утята. Осталось только одно яйцо, самое большое, которое никак не хотело трескаться. Утка начала волноваться, что с ним что-то не так. Она вновь села на яйцо и решила подождать еще немного. Мама утка отдала все тепло, на которое была способна. Она подумала, что этот птенец должен быть самым прекрасным, раз она его так долго высиживает. Вскоре и из последнего яйца вылупился птенец, но он совсем не был похож на остальных утят. Он был намного крупнее, и перья его были серыми. Мама утка была огорчена, увидев такого гадкого сына. Но она надеялась, что когда-нибудь он станет похожим на своих собратьев. Остальные утята смеялись над ним. Они считали его гадким и не хотели с ним играть. На следующее утро мама утка отправилась со своими детьми к озеру. К ее удивлению, гадкий утенок плавал ничем не хуже других. Затем утка привела своих малышей на птичий двор, чтобы ввести их в общество. Она рассказала утятам о правилах поведения с местными обитателями. Утка представила свой вывода к самому знатному жирному селезню, но тот напал на гадкого утенка, и она была вынуждена защищать своего неудавшегося птенца. Жирный селезень велел прогнать уродца со двора. Мать уверяла, что он вырастет и станет похожим на других утят. Не выдержав издевательств и унижений, гадкий утенок ушел с птичьего двора. В поисках более безопасного места он набрел на красивое озеро, на котором никого не было. И утенок решил остаться тут жить. Прошло время. Несмотря на свое одиночество, гадкий утенок был счастлив, что его никто не обижает. И вот однажды на его озеро прилетела прекрасная белая птица с длинной шеей. Гадкий утенок не знал, что это за птица, но смотрел на нее с восхищением. Он полюбил ее всем, сердцем. Как утенок хотел бы быть похожим на эту прекрасную белую птицу. Пришла зима, пошел снег. Гадкий утенок впервые увидел белый снег. Он был восхищен этим зрелищем. Но из-за того, что зима была очень снежной, утенку было очень сложно найти еду. Ему приходилось ходить по окрестностям в поисках пропитания. Он замерз и устал. Так гадкий утенок добрел до домика фермера. Когда мужичок увидел худого и несчастного птенца, ему стало жалко его. Фермер решил, что оставит утенка у себя, пока тот не подрастет. Наступила весна. Хозяин хорошо заботился о птенчике, и тот сильно вырос. Утенку уже нужно было много места, и фермер решил выпустить его на озеро. Стоя на берегу озера, гадкий утенок посмотрел на свое отражение в воде. И он не поверил своим глазам, он не мог узнать себя, и подумал, что сзади него есть кто-то еще. И тогда утенок понял, что чудесная птица в отражении – это он сам. На радостях он бултыхался и плавал по всему озеру, от края до края. И вдруг он увидел такую же прекрасную белую птицу с длинной шеей, которую он уже видел однажды. Гадкий утенок решил подплыть к ней поближе. Но прекрасная птица не испугалась, а наоборот, она улыбнулась и подмигнула, и они вместе поплыли по озеру. Гадкий утенок не мог поверить своему счастью. Проходя мимо, жирный селезень на берегу озера сказал, что никогда в жизни не видел такого красивого молодого лебедя. Какого же было его удивление, когда он узнал, что прекрасным лебедем был тот самый гадкий утенок, которого он когда-то прогнал с птичьего двора. Оказывается, гадкий утенок с самого начала был лебедем. Яйцо случайно попало в футиное гнездо. И когда прекрасный молодой лебедь вернулся домой, то всем на птичьем дворе стало очень стыдно за то, что когда-то обижали его из-за внешнего вида. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова